Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я расскажу вам о своих посылочках из Китая уже за 2016 год. Итак, что я вам покажу? На самом деле посылочек из Китая у меня немного, что пришло уже в 2016 году. Первое, что могу сказать, это, как видите, у меня хвостик такой вот красивый. Я заказывала еще в 2015 году, в декабре, и вот оно мне пришло. Это вот такой вот хвостик под мой цвет волос. Как вы знаете, вы еще, наверное, не знаете, потому что совсем скоро я выложу, и это будет, как я делала, балаяш называется. То есть затемнила себе корни с плавным переходом на светлые волосы. Поэтому, если я делаю хвостик, у меня, в принципе, так и получается. Но я еще купила себе хвостик, вот такой вот он, и покажу сбоку. И теперь я вот хожу такая с длинными волосами, пока мои не отрастут. Вот. И еще также я купила себе... Но это не хвостик, это уже просто волосы, чтобы делать длинные. Я вам оставлю внизу ссылочки. У меня получились два разных оттенка я купила. Вот купила еще вот такую себе, вот такие волосы себе на заклепчиках. Ну, для видео, для каких-нибудь красивых съемок. Вот, чтобы косы плести, я видела, что там тоже заказывает девушка, и она не заказывает, а в плане применяет такие. Вот. Это, на самом деле, не настоящие волосы. Это искусственный, я думаю, что это типа каниколона. Но он очень хороший, очень мягкий. Вот от своих, в принципе, особо не отличается. То есть я вот хожу, мне очень нравится. Вот это у меня свет более холодный, и потому хорошо, что это хвостик. Потому что у меня цвет более темный, теплый, и я вот купила уже теплый цвет. Вот это больше подходит вниз. Но если покажу вам, как оно будет смотреться уже в итоге, я обязательно сделаю разные ссылочки. Буду в курсе держать вас, что я делаю с этими волосами. Но в дальнейших видео вы увидите, потому что я хочу применять их. Мне это очень интересно. С длинными волосами девушка сразу меняется. Также из Китая мне пришли кофточки. Также внизу на волосы я оставлю ссылки. Внизу вы увидите, что я покупала, и напишу, какой цвет покупала я. Покупала я все на ebay, недорого. Около 350 рублей хвостик. Еще мне должны прийти розовые пряди. Четыре штучки тоже там на 250 рублей под низ. Если вы видели видео у меня, я сейчас укажу, да, вот как я красила пряди. Или здесь. Здесь или здесь. В какой-то стороне. В общем, как я красила пряди розовые. Так как портят они волосы, я решила просто купить эти пряди и не красить их. Поэтому увидите. Дальше на китайском сайте, или не китайский, я думаю китайский. Я тоже оставлю ссылочку. Я купила себе четыре кофточки. Недорогие кофточки. Единственное, что доставка получилась. Там я как будто удвоила все эти цены. Вроде бы недорого-недорого, но доставка и цена такая получилась. Не совсем, может быть, даже и дешевая. Вот кофточка на мне. Вот. Потом я купила все похожие. Просто мне понравились. И я очень люблю такой стиль. У всех вот такой вот ворот. Видите? Просто с надписью тоже. Она такая свободная, с длинным милковом. Это вот как раз на сейчас, чтобы поддевать там. И вот серенькая еще одна. Я взяла такая. Тоже с таким же воротом. Мне очень нравится. И взяла еще одну кофточку. Вот такую вот. Очень прикольная. Она мягенькая такая. Цвет классный. Но она маленького размера. Хотя я все брала своего размера. С у меня размер. В принципе, все подошло мне по размеру. Единственное, вот эта кофта, ну просто она ни в плечах, ни в рукавах, нигде не подходит. Поэтому, если вы будете себе заказывать, сразу берите размер больше. Вообще, я бы каждую кофту, которая здесь, брала бы на размер больше. Почему я и думаю, что это китайский сайт. Потому что какие-то маленькие эски у них слишком. Эксэски прям даже эксэксэски получились. Что касается вот, что пришло с китайского сайта. Когда придут пряди, я их покажу в каких-нибудь других покупочках. Вот и все. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылки все оставлю внизу. Посмотрите, может быть, для вас что-то будет интересное. С вами была Селена Свой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok